Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость молился за женщину. У нее не было левой почки, а правая работала на 2%. Врачи подтвердили, у вас новые почки. И они работают замечательно. Брайан служит словом знания. Он учит молиться за больных, без слова знания и достигать того же результата. Хотите узнать, как действовать в этих чудесах? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир за пределами того, что мы знаем. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли невидимые силы тьмы, которые пытаются помешать Божьим благословениям в вашей жизни? Существуют ли ангелы, предоставляющие нам сверхъестественную защиту, обезоруживая наших врагов? Могут ли наши сны содержать какие-то послания с небес? Можем ли мы прикоснуться к древним тайнам сверхъестественного? Правда ли, что Бог готов принести на Землю волну исцеляний? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Это просто феноменально. Итак, исцеление почек. Это было простое чудо. Южная Африка. Нас было 16. Я получаю слово «знание о болезни почек». Поднимается женщина Джейси и выходит вперед. Она рассказала о случившемся. Когда ей было 16, ей удалили левую почку. Ее избили. Правая работала на 2%. Мы молились. Она ощутила огонь в теле. Потом она пришла к доктору. Врач увидел справа на снимке пятно с горчичное зерно. Размером с горчичное зерно. Прямо как сказано в Библии. Он думал, что это рак, если у вас будет вера с горчичное зерно. Помните, Иисус говорил об этом. Пятно с горчичное зерно выросло в здоровую почку. Диво дивное. Правая работает на 100%. Иисус совершил чудотворение. Джейси ждала это чудо 32 года. Долгие годы. Представляете? С горчичное зерно. Вы чудотворец? Нет, я нет. Признаюсь, я грузный парень, который идет за Иисусом. Брайан, когда ты уверовал, ты пошел в общину виноградник. Ведь так? В том помещении ты впервые видел свое чудо. И ты загорелся желанием. Как творить такие удивительные чудеса? Большинство их и не видело. А ты уже видел чудеса. Как получить этот дар после ухода отсюда? Мир гибнет. Пусть же видит чудеса. Ты не знал, как. Потом ты услышал о Блейне Куки. Было собрание далеко от того места. Ты прыгнул в машину. И сколько ты ехал в этой машине? 15 часов. Всю дорогу я молился, чтобы Бог излил дух на меня. Ты на Блейне излил дар. Джону его дал, а мне нет. Я жажду. Пусть царство твое наполнит мир. Чудно видеть знаки Бога в церкви. А за пределами ее? Большая слава. Я приехал на собрание. Я наблюдал за Брайаном. Он бизнесмен. Многие люди каялись у него на работе в минуты обеда. Я молился, Бог, похожу-ка я здесь, что будет? Моему удивлению на собрании я ощутил Бога. Я жаждал Бога. Блейн остановился и посмотрел на меня. «На тебе сила благовестия», сказал он. Вот так вот прям указал на меня и сказал эти слова. Сила Бога так сильно сошла, что я упал со стула и начал очень сильно дрожать. Сила неистовая, сила Бога сошла на меня. Я сказал спасибо за то, что коснулся. Спасибо за возможность видеть приход царства за пределами церкви. Вот такая была встреча. «Теперь у вас обед, шанс служить». Что там было, напомните? Я просил, и Бог дал встречу. Зашли мы в кафе на обед. Вхожу я и вижу, в очереди дам. Я понял, у нее болит рука. Нужно молиться за правую руку. В церкви ко мне приходило слово «знание», но в миру? Никогда. И вот Бог сказал, «Иди и молись». Я ответил, «Ни за что». Только был классный семинар. «Почему? Почему вы отказались?» «Потому что я испугался». Я оцепенел. «А что, если не получится?» Друг Грэг посмотрел на меня и спросил, «Что-то стряслось?» «Наверное, Бог говорит мне насчет этой девушки». Сказал я ему. «И вы ведь боролись?» «Да», Грэг говорит, «Ты 15 часов молился в машине. Коснись меня, Бог. Дай от Духа твоего». Блэйн позвал, и сила сошла. «Ты же ждал шанса». «Иди и молись». Я отказался. Я оказался трусливой курицей. Прошли недели, и вот вы в магазине. Там-то и случилось первое чудо за пределами церкви. Расскажите об этом. Так и есть. Слава Богу за милость. Друг и я мусолим в пальцах. Магазинные удочки. И тут продавец. Вам помочь? «Да все в порядке». Дух сказал. «Уже две недели у продавца болезнь зрения. Молись за него». Я вспомнил провал в кафе. «Ни в жизнь курицы не буду». Но есть остатки страха. Ребята стоят. Я смиряюсь Богу и рву их разговор. Бог любит вас. От него есть новости. Две недели вы чувствуете жжение в глазах. «Хотите, я за вас помолюсь?» «Тут же исцелитесь». А сам думаю. «И зачем я рот только открыл?» «Все, я попался, наверное». «Что обо мне подумают?» Продавец подтвердил мои слова и добавил. «Да, молитесь. А можно в другое место уйти?» «Подальше от глаз». Я еще не знал, как молиться толком. Я еще не молился за людей вне церкви. Мы зашли в закуток. Я произнес. «Закройте глаза и встаньте ровно». Не знал, как молиться. «Протяните руки». Я просил Бога за его глаза. «Святой Дух, коснись его глаз». И тут пришел ответ. Думаете, я странный? Это он так вел себя. «Что случилось?» Именно этот вопрос я и задал ему. Он ответил. «Я могу дышать». «Здорово». Ответил я, думая. «Ну а кто ж дышать-то не умеет? Я ж за глаза ваши молился». И он ответил. «Да вы знаете, я нормально уже не дышал два месяца. А с глазами-то как?» Он ответил. «Ну да». «Глаза, да». Они здоровы тоже. Чем окончился случай с дамой в кафе? Дама из кафе, она исцелилась. Друг подошел. Грэгу не было откровений, он не был на семинаре. Подошел, тронул за плечо и объяснил суть проблемы. С рукой. «Если помолюсь, вы исцелитесь». Бог вернул ей зрение. Причем полностью. Она спросила. «А как вы узнали?» Грэг показал на меня. «Я получил урок». Бог и друзья. Это очень важно. У меня вопрос. В Евангелии нам заповедано возвещать царство Бога. Что это за царство такое, которое мы должны возвещать? Будьте с нами и узнаете, как его возвещать людям. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Это сверхъестественно. Брайан, нам велено возвещать царство Бога. Что это за царство? Объясните. Это дело дела Иисуса. Это правление Бога, что сходит на землю. Нужно исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать. Он поместил будущее в настоящее. Оно здесь. Ощутимое, осязаемое пребывание Бога. Все могут так служить. Иисус мог служить в одиночку. Но он выбрал 12 мужчин и дал им духа, послал служить. Они возвещали царство так же, как и он. И не только 12 мужчин, он дал это и другим 72 безвестным ученикам, взрослым и детям. Они делали дела Иисуса, насаждали царство словом и чудесами. Я думаю о том, что и нам велено идти и возвещать царство. Верно? Проповедуйте Евангелие, исцеляйте больных, очищайте прокаженных, мертвых воскрешайте. Даром получили, даром давайте. Люблю первую часть. «Ходя же», сказано там, «шагая по жизни». «Куда вы ходите?» Я в магазины, в кино, в кафе, хожу на бизнес-встречи и на футбол, и всякая из них есть пашня для царства. Нива, где открывается церковь Божия. Иисус поможет? Молния пронзила вас. Сам Блэйн Кук молился о вас. Вы какой-то особый человек. Я ни при чем. Я всего лишь дизайнер и стараюсь любить Иисуса. Я учу людей делать именно то, что заповедовал сам Иисус. Тут все просто. Нужен шаг веры. Все очень просто. Риск открывает дверь в невозможное. Вам нужно только довериться Ему. Вы недавно были в Южной Африке. «Расскажите об айтишнице по имени Кэрри». Хорошая история об обычном человеке. Приехала Кэрри, я и 30 человек. Кэрри — айтишница. Состоялся ее дебют в служении. Время обеда. Она держит путь в универсал. Стоит в очереди. Тут леди у терминала. «Можно помолиться за вас?» Она «как, давай плакать. Мне бы выздороветь». Кэрри молится. Леди исцеляется. Ну а дальше что? Леди просит за других. Они приходят в кабинет. Кэрри молится за четверых. И вот оно чудо. Все четверо исцелены. От разных болезней. От разных недугов. Дальше еще интереснее. Кэрри выходит из кабинета. И видит еще 20 человек. А они ей говорят. «И за нас помолись». Все они стояли в очереди. Все 20 женщин были исцелены. Кэрри учит их о Боге и о служении. Вы верите, что можете научить христиан жить в сверхъестественном? Видеть чудеса, куда они пойдут, и потом будут приводить людей к Господу? Это цель чуда – явить царство. Это верный путь – знакомить их с царем. Обычные люди и их необычный Бог делают то, что делал Иисус. Библия зовет нас вершить больше дела. Когда продолжим, вы расскажете нам о том, что преобразило ваше служение. Да что там. Вы узнаете после паузы, какие еще чудеса происходили по молитве этого человека. Я говорила Богу о своем желании бросить курить, когда я смотрела вашу программу, где пел Джон Уоллер. Я внезапно поняла, что вся тяга к сигаретам ушла. Меня не тянет к сигаретам с 6 августа 2012 года. Спасибо тебе, Иисус. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN – онлайн-сеть «Это сверхъестественно». Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN – это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Мне 17 лет, и я хочу сказать, что это служение изменило всю мою жизнь. Я спасен уже 4 месяца, и вся моя жизнь изменилась. Это потрясающе. Это лучшее, что со мной происходило. Это служение подняло мою веру на новый уровень. Дэниел. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Окей, Брайан, ты получил откровение, оно преобразило твое служение. Расскажи нам немного об этом. Дело не во мне, не только во мне, но и в тех, кого обучаю. Я начал со слова «Знание», «Чудесное служение». Потом начал открываться другой путь. Почему я иду по нему? Когда я учу людей, они говорят, у нас нет слова «Знание». Как быть? Я молился, можно ли учить без слова «Знание». Бог сказал в Евангелии от Матфея, 10 главе, «Ходя же». И я пошел. Я видел чудеса исцеления. Допустим, исцеление глухих. Это не было слова «Знание». Многие люди так служат. Поэтому они исцеляются. И не ошибаются. Дары дает Святой Дух. Он дан нам. Поручение Христа — это все, что нужно. Бог дает дары сразу. Ты сделай шаг, верь и слушайся. Иисус лишь этого просит. Согласись в сердце и служи. То есть сделай шаг веры, и тогда Бог даст тебе то, чего ты просишь. Бог дал тебе три слова. Очень важных слова. Какие это три слова? «Научись смотреть, слушать и отвечать, что это значит для вас». Если начну искать присутствие, то увижу его дела и проявление силы. Если слышу его голос и останавливаюсь, он являет царство. Теперь нужно рискнуть и сделать шаг. Откликнуться на увиденное и услышанное. Я все видел через призму Слова Знания. А потом Господь открыл мне «увидь», я услышал. «Видение сродни Слову Знания». Бери его. Я общался и использовал услышанное от него. Вот как это пришло. То есть это обычная беседа. Вы правы. А вот что преобразило меня. Господь Бог показывает мне человека с нуждой. Я слышу разговор, кто-то обсуждает проблему. Может, это шанс послужить? Бог приглашает в эту ситуацию. Так чудес стало гораздо больше. Служиться легче. Бог дал вам откровения. Да. Первое. Бог всегда творит. Всегда занят. Если Он всегда трудится, значит, Он зовет нас в Его служение. Гнет неведения ушел. Я всеил в себя мысль. Бог всегда творит. Мое служение изменилось полностью. Второе. Это поручение из Евангелия от Матфея, 10 главы. «Ходя же». Я могу делать это везде, куда иду. Царство Бога здесь и сейчас. Вот третье озарение. Бог уже припас нам добрые дела. Господи, какие дела Ты готов дать. Я хочу смотреть, слушать и отвечать. Бог, я знаю, Ты действуешь. Хочу присоединиться к Тебе в этом. Еще раз скажу. Ты благовестник с большой буквы. А если человек говорит, что он не евангелист, что не может исцелять, каково твое мнение? Я не благовестник, но люблю Иисуса. Я обычный ученик. Силюсь верить в Его Слово. Мои дети-пятилетки у преклонных старцев. Я стараюсь поступать по Евангелию от Матфея, 10 главе. Это все, что надо. Послушание — это просто. Евангелизм — это весть о Христе. Мы говорим о Нем всегда. В ресторане, в кино. Нет лучшей вести, чем о Царстве. Вести о сошедшем Иисусе. Он распахнул объятия. «Придите ко мне». Он умер на кресте. Нет новости лучше. Начните говорить об Иисусе. И этого уже достаточно. И Он придет. Тогда нужно смотреть, слушать и отвечать. И мы увидим, Царство идет. Помолитесь сейчас. Молитесь за больных. Даром получили. Даром давайте. Передача даров. Поведайте о доброте Творца, что Он сделал для вас, и о передаче даров. Обо всем этом помолитесь сейчас. Многие из зрителей годами страдают от боли. Не сдавайтесь. Я верю, сейчас Бог совершает необычное чудотворение. У вас болит почка, а у вас не слышат уха. Высвобождаю. На вас исцеляющее пребывание. Святой Дух, приди и начни служить им. Вы чувствуете на вас сила Бога. Она сходит. Приходит густая полновесная слава Его пребывания. Начинаете двигаться, и вы увидите, Бог исцеляет вас сейчас. Он не только исцеляет, но одновременно наделяет вас дарами. Бог отправляет раненых целителей в общество. Высвобождаю, Отец, все, что ты мне дал, полученное мной даром. Я отдаю это так же даром. Приди, Святой Дух, и надели Церковь Свою состраданием. Сострадание подвигает на дела. Во имя Иисуса идите и являйте дела Царства. Во имя Иисуса еще помолитесь, пожалуйста, сейчас и здесь. Помолитесь о покаянии, после того, как увидят чудо. Повторите, пожалуйста, эту молитву за Брайаном. Когда переживают присутствие Бога, это самое главное. Я верю, мы должны вот что делать, как Церковь, высвобождать Его пребывание. Когда люди чувствуют Бога, я объясняю им, что происходит. Иисус стучит в дверь вашего сердца. Сделаете вид, что не заметили, или пригласите Его. Когда люди чувствуют силу Его пребывания, они хотят принять Бога. Итак, я начинаю молиться. Иисус идет к вам. Он стучит к вам. Откройте дверь сердца и скажите, «Приди, Иисус, стань моим Господом и Спасителем. Прости мне все мои грехи. Наполни любовью. Укрепи Дух Святой. Отправь меня служить. Ведь и мне послужили». Аминь. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В прошлом феврале на меня напали, у меня было сотрясение мозга, и я ощущал усталость. Сид помолился за высвобождение ангелов исцеления, и моя шея была исцелена. Сейчас мне 19, но я была спасена в 16, и ваша программа направляла и помогала мне расти в слове и сверхъестественном. Свидетельства, которые я слышала, вселяли в меня огромную веру и желание жить в святости и праведности. Если бы не это сверхъестественно, не думаю, что я была бы сейчас там, где я есть. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Привет, я Кент Хенри. Бог дал мне откровение, как вы можете жить небесами. Смотрите передачу «Это сверхъестественно», и вы узнаете их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok